Усе удельники областного конкурса прессийного мастерства уже мают дипломы переможенных конкурсов, а ли все ровно хвалуются. Урежьте, споборничать необходимо с оправданными профессионалами, за плечами яких не один год працы по специальности. До того ж, судьи обещают оценивать зробленные детали за всею строгостью. На выконание задания каждому дается всего одна година, и за каждую помылку наличуются штрафные баллы. И еще один значный минус можно отримать за порушение правил техники безопасности. Правда, с этим проблем быть не повинно, як по великим рахунку и с выконанием конкурсного задания. У каждого на своем рабочем месте, наверное, специфика сварщика у каждого своя разная, а задание здесь довольно сложное, но выполнимое. Учитываться будет подведение итогов все, и качество швов, и скорость выполнения задания, эстетичность даже изделия, которые не изготовлены. Сегодня наборы управных в училище позначаются в первую очередь о ответственности с заявками предприемцам. Детесь, например, на рабочие профессии приняли около 5,5 тысяч человек, при односно, до речи, невеликим конкурсам. Причины вядомые. По-перше, шмат стоящим кнецам любым способом отримать высшую эдукацию. По-другому, не задавольная першопрочатковая зарплата, хоть с другого боку. И наймальников, квалификация молодых специалистов, так само задавольная далеко не за все дым. У любым выпадку, это ранее. Рабочий был героем часу, об яких сдамали фильмы и писали романы. Жадание працевать некольких годов, кап стать заправдным профессионалом, зараз показывают далеко не все молодые люди. Конкурсы профессионального майстерства в этом плане – практичная демонстрация того факту, что заправданные специалисты за все дым ценят. На рынке працы рабочая профессия сегодня самая запотребованная. У тим же Гомели, например, 1600 вакансий, больше, как 1000, минавито, станочники, слесары, электрогазосварщики. Причем, пожаданы как соправданные профессионалы с высокими разрадами. Организаторы конкурсу профсийного майстерства, Гомельское областное объединение профсоюзов и областный совет наймальников, при этом обо два затекавлены у наявности на творчестве высококвалифицированных кадров. До речи, зараз у Федерации профсоюзов Беларуси пропросовывается махчимость проведения пешего конкурса «Распобиканский майстер». Не выключено, что некто переможил с поборницей у Гомели, отрывая путевку и у Минск. Але у любым выпадку у кожаных язык уже есть профессия, такая дозволяя за оптимизмом глядеть в будущую. Но вот проводимая модернизация в творчестве без працы их не покинем. Я думаю, что переучиться на другую профессию, только ЧПУ, допустим, если замена оборудования произойдет, это несложно. И я думаю, что это реально. Олег Сентюров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.